Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Столичное МЧС на связи. Минск чрезвычайный в эфире. В студии Виталий Димбовский. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики. С начала года только в столице на пожары ИЧС спасатели совершили 1720 выездов. На пожарах погибло 7 человек. 34 человека пострадало. Из них один ребенок. Из опасных зон работники МЧС спасли и эвакуировали 188 человек. Прямо сейчас я расскажу подробнее о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник серьезных происшествий в столице не было зафиксировано. Говорят, что снаряд в одну и ту же воронку дважды не попадает. А вот с пожарами ситуация иная. Бывает не только дважды, но и трижды. Жители квартиры дома номер 24 по Логойскому тракту в ночь с понедельника на вторник подтвердили это высказывание. Поздно ночью хозяин квартиры после употребления горячительных напитков решил покурить в постели. Результат – загорание постельных принадлежностей. В августе 2011 года аналогичное загорание в этой квартире закончилось трагедией. Тогда погиб 24-летний сын хозяина квартиры. Будучи в нетрезвом состоянии, он также ночью покурил в постели. И еще в тот же день, 14 часов после трагедии, спасатели снова выезжали в злополучную квартиру тушить загорание дивана. Как видим, должных выводов хозяин квартиры не сделал и в этот раз. К счастью, трагедии в этот вторник удалось избежать. Вовремя подоспевшие работники МЧС спасли хозяина квартиры и его 56-летнюю сожительницу. С отравлением продуктами горения в алкогольном опьянении они были госпитализированы. Минск чрезвычайно. А вечером во вторник горел подвал, принадлежащий хозяину одной из квартир дома по улице Тухачевского. Предположительно, в результате поджога было повреждено имущество, деревянные стеллажи и закопчен сам подвал. Пострадавших нет. Еще один пожар в этот вечер случился на улице Гурского, предположительно из-за короткого замыкания электропроводки ноутбука. О том, что открытым пламенем горят четырехкомнатные апартаменты на шестом этаже, спасателям сообщили около 10 часов вечера. Уже через пять минут огнеборцы были на месте ЧП, но добраться к горящему балкону они не могли. Все подъезды к дому были заставлены машинами. Пришлось обращаться за помощью в ГАИ. В борьбе со стихией важна каждая секунда. Дополнительные препятствия только увеличивают урон. До прибытия инспекторов и эвакуатора спасатели не бездействовали, а вручную прокладывали линии от торца дома и несли оборудование в руках. К счастью, первое звено, которое умчалось в разведку с огнетушителями, сообщило, «В квартире никого нет». В итоге огонь повредил только имущество, закоптил квартиру и повредил балконные рамы, в том числе в двух квартирах, расположенных выше. Оказалось, что хозяйка вместе с мужем и двумя детьми успела самостоятельно покинуть охваченное пламенем жилище. Однако в целях безопасности спасатели свыше лежащих этажей, которые были засланы плотным дымом, эвакуировали 27 человек, среди которых было 5 детей. Как я уже и говорил, вероятная причина пожара – это оставленный без присмотра, включенный в сеть, ноутбук. И в среду по похожей причине произошел пожар. Из-за короткого замыкания электроудлинителя загорелись предметы мебели в кухне квартиры на улице Золотая Горка. К счастью, и здесь пострадавших нет. Мусорный поджигатель орудовал в ночь со среды на четверг во Фрунзенском районе столицы. С интервалом в 50 минут кто-то поджег мусор в пластиковых контейнерах Ремондис. В первом случае ЧП произошло на территории кинотеатра «Аврора» по улице Притыцкого. А второй случай был на улице Адаевского. Мусор-то не жалко, а вот сгоревший пластиковый контейнер – вещь дорогостоящая. Минск чрезвычайно. В четверг вечером на улице Водолажского столичные спасатели тушили загорание в моторном отсеке легкового автомобиля «Форд Симакс» 2008 года выпуска. Предполагаемая причина, как и в большинстве таких случаев, это короткое замыкание проводки в автомобиле. Что привело к замыканию, установят специалисты. В ночь с пятницы на субботу работники МЧС тушили пожар на складе готовой пластиковой продукции в заводском районе. Хотя до Нового года еще далеко, минским спасателям пришлось иметь дело с праздничной атрибутикой. Склад в 10 метров высотой был наполнен доверху искусственными елками, гирляндами и пластиковой мебелью. Кроме того, в помещении хранились растворители, полироли и антикоррозийные средства для авто. Понятно, что все они воспламеняются крайне легко. Огонь охватил 300 квадратных метров в считанные минуты. Для устранения пожара спасателям понадобилось почти 3 часа. К счастью, пострадавших нет. Сейчас эксперты МЧС и комитета судебных экспертиз выясняют причины возгорания. В субботу вечером, предположительно в результате поджога, в квартире по улице Менделеева загорелся мусор на балконе. К счастью, никто не пострадал и огонь в квартиру не проник. Однако балконная дверь и рама были повреждены, а стены и потолок в комнате закопчены. По неустановленным пока причинам, в ночь с воскресенья на понедельник в подсобном помещении магазина «Поинт» на улице Грушевской загорелось имущество на площади 8 квадратных метров. Площадь пожара небольшая, однако дым распространился на весь магазин, и теперь хозяевам предстоит как минимум генеральная уборка или косметический ремонт. Черный дым закоптил стены и потолок, а также множество товаров, выставленных в торговом зале. Ну что ж, вот такой была ушедшая неделя в городе Минске. До встречи в следующий вторник ровно в 16.05. С вами был Виталий Димбовский. Берегите себя. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.